привет друзья в этом видео будем снимать ролик натяжителя ремня на автомобиле nissan x-trail t31 так поехали первую очередь нам нужно снять вот эту пластиковую накладку с двигателя сняли накладку дальше видим здесь подушка у нас откручиваем значит все болты здесь два болта здесь один здесь один болт и откручиваем вот здесь видно вот здесь два болта и с этой стороне стороны один болт вытаскивать ее не нужно просто нам нужно ее ослабить чтобы она не мешала вот дальше идем вниз так ну здесь у меня уже кожух снят это я показывал видео где я менял подшипник кондиционера дальше не дальше а вернее в первую очередь нужно подставить домкрат под двигатель вот видим да что у меня стоит домкрат здесь под домкрачиваем снимаем опору вернее и ослабляем откручиваем болты и поднимаем двигатель начинаем поднимать двигатель для того чтобы вот здесь видно плохо видно конечно так сейчас постараюсь настроить чтобы вот здесь вот технологическое вот это отверстие конечно плохо видно плохо видно попробую сфокусироваться покажу неудобно короче вот мы видим это технологическое отверстие вот оно нормально и нам нужно поднимать двигатель до тех пор пока мы не увидим вот там видно болт под звездочку вот чтобы он у нас совпал с этим отверстием чтобы мы могли его открутить вот итак поднимаем домкратом двигатель пока у нас не появится вот этот болт вот этот болт его видно сейчас технологическом отверстие дальше нам понадобится звездочка вот такая вот она номер у нее т-50 так сейчас хорошо посмотрю да т-50 если с такого положения то вот я например собрал такую конструкцию это головка на 8 туда вставил эту звездочку и удлинитель 1 4 вот больше уже большим например 1 2 туда никак не залезть и короче ну можно это сделать под одну вторую если поставить например у меня есть вот такой вот мы им наборили кодоском такой переходник вот под эту т-50 звездочку тогда можно сюда поставить удлинитель на одну вторую мощный и уже им откручивать но у меня не получается толстым залезть надо тогда или вот эту звездочку брать длинную чтобы она была минимум сантиметров 10 чтобы она выходила за край вот этой балки что потом можно было накинуть этот переходник и открутить мощным ключом на одну вторую так как у меня этого нет я буду использовать самый легкий скажем так инструмент вот 1 4 вставляем сюда как бы я уже открутил ее 2 думаю руками это самое как сказать руками не смог открутить пришлось вставлять удлинитель очень тяжело шло думал ключ не выдержит этот тонкий так как он как бы не предназначен чтобы срывать такие мощные болты ну как были кота себя показала самой лучшей стороны гайку будет болт и это сорвал ключ остался цел ну короче вот вставляем и откручиваем эту гайку болт вот ну а дальше уже дело техники откручиваем и вытаскиваем этот натяжной ролик сейчас покажу как я вытащу и так снял этот ролик значит болт вот такой болт вытаскивается наружу суда через это отверстие вся конструкция это вот натяжной ролик с натяжителем вытаскивается через моторный отсек мимо генератора на верх вот просто очень просто все опять же думал будет сложнее нет все нормально сейчас буду разбирать ролик и менять здесь подшипник ну собственно и показывать вам итак друзья вот он ролик с подшипником вот новый подшипник купленный сюда подшипник 6303 фирма факт вот и тут небольшой сюрприз меня ждет подшипник не подходит короче лоханулся с размерами ну как я лоханулся размера вот этого подшипника я брал из отчета там человек менял подшипник ролики точности на таком же двигателе и то есть он дал именно вот эти размеры точность такого подшипника то есть я думал раз человек сделал подошло возьму такой же так вот взял размеры не те значит у этого размеры сейчас скажу какие 17 на 49 внутренней 17 этот 49 а у этого подшипника у моего внутренней 17 наружный 40 так что ребята будьте внимательны кто захочет такое делать сперва желательно конечно посмотреть и по толщине не подходит здесь он сколько 14 а здесь 12 вот такая вышла канитель так ладно сейчас возможность у меня новый подшипник конечно купить нет это как бы подшипник не развалился он еще вполне себе живой сейчас его вскрою значит тогда смажу хорошо старую смазку уберу смажу поставлю на место ну а потом уже по нормальным размерам возьму подшипник и поменяю вот такой конфуз приключился со мной кстати номер подшипника я потом выложу в описании тут сейчас плохо видно так что маркировка будет в описании этого видео а этот подшипничек мне не пригодился но такие дела имейте ввиду ребята когда будете менять подшипник ладно всем до встречи пока